Уважаемые коллеги, надеюсь меня хорошо видно и слышно и я рад вас приветствовать на нашем последнем вебинаре 2017 года. Не буду здесь подводить мрачные итоги, хотя на самом деле они не мрачные, а радостные. Не буду засорять внимание вашими цифрами, скажу только одно, что за этот календарный год Директ Академия провела 128 вебинаров. В будущем году будет еще больше. Ну что ж, я пойду по своему плану, чтобы не отнимать время у Татьяны Телегина и нашего сегодняшнего спикера. Хочу отметить как всегда две ссылки. Вас сегодня так много, что эти ссылки уже ушли в чате, поэтому я сейчас заново их вам дам. Одну минуту. Как всегда это ссылки на наш... Одну минуту. Сейчас уберу кавычки. На расписание наших вебинаров до конца учебного года. Учебного, не календарного, учебного года. То есть до июня месяца восемнадцатого года. И, собственно, мы начинаем уже говорить о нашем расписании восемнадцатого года. Соответственно, я вас приглашаю на вебинары восемнадцатого года. Вторая ссылка это ссылка на наш учебный портал на ютюбе, на котором располагаются записи наших вебинаров. Запись этого вебинара, предвосхищая ваши вопросы, отвечая, запись этого вебинара ведется и тоже, я надеюсь, к исходу этого дня будет размещена на нашем учебном портале. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в курсе всего происходящего в Директ Академии. Ну и, как всегда, я хочу анонсировать два следующих вебинара. Они состоятся уже на первой неделе, первой рабочей неделе нового календарного года 2018. Это будет вебинар Ивана Травкина «Программирование образовательной среды». Очень вам советую его посетить, потому что Иван — это очень интересный рассказчик, очень интересный эксперт в области образования вообще и онлайн-обучения в частности. Он преподаватель математики в Сахалинском Госуниверситете. Хочу вам сказать, что в сообществе, связанном с онлайн-обучением, этот человек имеет очень высокий авторитет и высказывает очень интересные мысли. Очень советую вам пойти. Второй вебинар — это электронные игры в библиотеке и не только. Марина Орешко проведет его 11 числа. Что касается по поводу неполученных сертификатов, вот вам общее руководство к действию. Сейчас я вам тоже распечатаю. Одну минутку. Прямо в чате. Вот. Поступать надо в соответствии с вот этими рекомендациями. Я надеюсь, что больше мы по этому поводу говорить не будем сегодня. Читайте и действуйте в соответствии с этими рекомендациями. Ну что ж, а сейчас я... Да, конечно, перед тем, как предоставить слово Татьяне, я поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом и наступающим Рождеством. В период рождественских каникул мы вам дадим отдохнуть и не будем проводить наши вебинары, которые возобновятся только 10 числа. Я вас всех поздравляю и передаю... Добрый день, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Коллеги, мы начинаем... Ну так, выпала сегодня мне честь завершить годичный или годовой, годовой, наверное, цикл вебинаров по проекту Директ Академии. Так, сейчас попробую камеру немножко подвигать. Последний вебинар года, ну как вчера сказал Павел Юрьевич, практически под звон бокалов, бой курантов. Я хочу поприветствовать всех пришедших сегодня на нашу встречу, поздравить вас с наступающим Новым Годом. Большое спасибо. Сегодня было очень много поздравлений в чате, видела в самом начале. Назаровой Наталье Владимировне, если не ошибаюсь, простите, если отчество перепутало. Большое спасибо за очаровательное поздравление в стихах в самом начале чата. Оно есть. Попрошу распечатку с вашего позволения, если можно. Поиспользую ваши стихи со ссылкой на автор, конечно же, обязательно. Очень, очень понравилось. Большое спасибо. Спасибо. Так увидела в чате, что у нас сегодня, да, ну сегодня такая роль у меня Снегурочки с двумя Дедами Морозами. Павел Юрьевич, да, у нас выступает сегодня в роли Деда Мороза. И, да, видела поздравления от Вера Николаевича Белоножкина. Большое спасибо. Горячий привет в морозную зиму. Значит, коллеги, перед началом давайте проверим настройки, как слышно, видно, что у нас со звуком. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Вот видела, что уже были пожелания по звуку. Так, со звуком сейчас как, коллеги? Скажите, пожалуйста, звук сейчас получше? У кого было тихо? Хорошо. Хорошо. Ага, отлично. Так. Ой, спасибо, куча плюсиков. Отлично. Так, у кого-то плохо получше. Значит, еще, ну, в целом хорошо, поэтому идем дальше. Значит, по сегодняшней работе мы будем смотреть, будет показ рабочего стола, поэтому еще раз напоминаю, на прошлом вебинаре такие вопросы возникали. Если вы смотрите нашу встречу с гаджетов, со смартфонов, с планшетов, могут быть проблемы с трансляцией рабочего стола. Это технические вопросы, технические проблемы, к сожалению, вне моей компетенции. Поэтому ничего страшного. Если у вас рабочий стол не будет открываться, потом в записи можно будет это все увидеть. Во-вторых, ну, просто слушаем, что происходит в записи, потом посмотрим. Если возникают какие-то личные вопросы, пожалуйста, есть вкладка «Вопросы», это лучше писать туда, потому что в чате они очень быстро могут исчезнуть. Если есть какие-то личные обращения, я вот вижу, у меня есть личная вкладка, можно писать лично мне, тогда этот вопрос увижу только я. Ну что ж, коллеги, с техническими и регламентом, с техническими вопросами и регламентом мы завершили, поэтому переходим к нашей сегодняшней прямой теме. И сегодня мы с вами продолжаем рассматривать возможности Powerpoint для создания презентаций, качественных, хороших, интересных, необычных презентаций. И на прошлом вебинаре мы начали с вами говорить о том, как с помощью возможностей программы Powerpoint можно создавать тесты и игры. И сегодня... Алена Дмитриевна, спасибо. И сегодня мы эту тему продолжим, тем более Новый год, тем более рождественские каникулы, новогодние каникулы, будет время и посмотреть, и познакомиться более подробно, и не только попробовать создать и что-то разработать интересное, но и попробовать в действии, поиграть и посмотреть, как оно работает, и решить все вопросы, которые возникают. Тем более, что у нас есть в социальных сетях группа, где мы можем и помогать друг другу, и делиться трудностями, вопросы задавать. Я вас призываю активно использовать этот ресурс. Вместе мы можем помочь друг другу гораздо лучше, чем мы будем пытаться решить вопросы в одиночку. Ну и там же можно обмениваться результатами, что тоже очень интересно. То, что получилось, не просто сказать, вот я провел, у меня получилось, но еще и показать, как, что провели, как оно получилось, чем пользовались. Это такой очень хороший обмен опытом, то, чего нам очень часто в жизни не хватает. Поэтому вот эту вот ссылочку на группу я вам даю сейчас. Можно записаться. Это группа в Facebook. Знаю, что некоторые, не используясь в соцсети, заводят специально аккаунты, чтобы в эту группу попасть. И в конце нашей встречи я еще раз повторю эту ссылочку. Значит, презентация, которая сейчас на рабочем столе, она есть во вкладке «Ресурсы», напоминаю. Можно скачать, кто еще этого не сделал. И будут, конечно, у нас новогодние подарки. Часть из них я вручена в вебинаре, в конце вебинара. Дам еще несколько интересных шаблонов, которые можно использовать. И часть из них в группе на Facebook тоже будет вручена. Спасибо, Вера Николаевич. Нет, но на самом деле это вопрос такой очень больной, потому что мы все что-то делаем, тихонечко каждый сам у себя сталкиваемся с трудностями. И, в общем-то, Юрий Николаевич, возвращаю вам вашу идею по обмену опытом. Должно быть место, где мы можем это все обсуждать. И наши удачи, и наши провалы, и промахи. Потому что иначе мы просто не научимся. А будучи тренером, практикующим, играющим тренером, помимо того, что я занимаюсь обучением в УЗИ и разработкой электронных курсов, я знаю эту проблему не понаслышке. Все тренерские программы, все упражнения, игры, вот то, что касается нашей сегодняшней темы, использование каких-то шаблонов, оно все проходит такой период апробации и практического освоения своими же коллегами. Прежде чем что-то вставить в свой тренинг, будь то слайды, будь то какие-то игры, разминки, ледоколы, даже вот самые мельчайшие подводки к теоретическому материалу, к практическому, мы всегда обязательно прогоняем сначала на коллегах. Мне важно получить обратную связь, вот этой обратной связи нам не хватает, потому что то, что я создаю, мне кажется гениально, супер, замечательно, прекрасно, все будет шикарно работать. Я могу с этим выйти сразу на аудиторию и потерпеть провал, а оно не пошло. И очень, да, и такое, конечно, тоже бывает и после общения с коллегами и обратной связи, но тогда это уже совершенно другой вопрос. Не технического и не методического плана. А вот для того, чтобы решить вот эти моменты, минимизировать вот эту возможность провала, конечно, такая обратная связь от специалистов, от профессионалов, которые сами выступают в роли участников. Я получаю две обратные связи с точки зрения участника рядового и с точки зрения специалиста. Это, конечно, необходимо. Ну, в дистанционном формате у нас таких возможностей меньше, поэтому вот я стараюсь использовать нашу группу для такого вот обмена. Не просто мои там ответы на вопросы, а чтобы там была дискуссия и был действительно опыт. Немножко отвлеклась, но эта тема все-таки важная, поэтому я на ней немножко остановилась. Тем более Новый год, Новый год принято встречать вместе. И на прошлом вебинаре, возвращаясь к нашей теме, мы стали говорить о презентациях в PowerPoint, которые можно использовать для создания интерактивных каких-то игр, упражнений, как один из ресурсов, который нам позволяет подобного рода активности создавать в нашем обучающем процессе. И еще раз напомню, что мы говорим больше об использовании презентаций. Это не онлайн-курс, это не дистанционное обучение, хотя и в этом формате презентации, созданные в PowerPoint, тоже можно использовать те моменты, о которых мы говорим. Мы говорим о том, как это использовать в оффлайне, в той же самой аудитории, чтобы наша презентация не превращалась просто в иллюстрированный конспект лекций. Как можно уменьшить свои трудозатраты на организацию групповой работы, индивидуальной работы с использованием PowerPoint. Почему PowerPoint? Есть много сервисов для создания контента, есть много сервисов, которые позволяют нам создавать хорошие, красивые презентации. Но PowerPoint был, есть, я думаю, еще долго останется такой рабочей лошадкой преподавателя, поэтому мы о нем и будем говорить. В комментарии Игоря Берлина, я его по поводу тренингов. Новинки пробуются на аудитории, да, процент должен быть не очень большим, да, согласна, но прежде чем выйти на аудиторию, сначала получается такой хороший, согласовывается и проходит вот такой этап, и есть именно общение со своими коллегами. Да, и потом уже это выносится на аудиторию, сначала на пилотную группу, либо на фокус-группу. Коллеги-преподаватели, ну почему? Есть, и с коллегами-преподавателями мы тоже делимся своими наработками, прежде чем что-то вынести на аудиторию, на студенческую аудиторию, если у меня есть сомнения, и тем более я никогда это не делала, почему нет? Естественно, не тренерские разработки в преподавательской аудитории. Вот здесь я с вами соглашусь, да, но что касается работы как преподавателя, то со своими коллегами, конечно, хорошо бы получать обратную связь, как оно будет работать. Опыт у всех разный, и скорее призыв был к тому, чтобы делиться опытом. И возвращаясь к нашим играм, да, Игорь Николаевич, и как учебный контент, и как интерактивный элемент в обучении. Вот мы сегодня как раз поговорим о том, как об интерактивном, Powerpoint как интерактивном элементе, но который может стать частью учебного контента. И какие-то из вещей я вам тоже еще покажу. В прошлом вебинаре я вам своих разработок показывала, и сегодня тоже. По созданию, когда мы начинаем создавать, к нашим играм и тестам, когда планируется какая-то игра, три важных, с использованием Powerpoint, с использованием презентации, здесь тот же самый принцип работает, как при создании чего-то нового, в том числе и онлайн-курсов. Есть идеи, есть замысел, и есть уже реализация технического воплощения и опробирование, либо вынос на аудиторию, использование на аудитории. Все эти три основных элемента и шесть вопросов, на которые нам нужно ответить, которые находятся в центре. Почему именно такое размещение? Я специально это сделала не в линейном формате, не в линию их выстроила, потому что да, все начинается с идеи, потом созревает наш замысел, как говорит Юрий Николаевич, педагогический замысел, где мы оцениваем и наши возможности, ограничения, выбираем технологии, а самое главное – это ставим цели, определяем задачи и проводим анализ нашей целевой аудитории, для которой мы эту игру собираемся планировать. Потому что одно и то же можно сделать по-разному. Для студентов пятого курса или магистрантов это будет совершенно другая игра, либо по-другому подана, нежели чем для студентов колледжа, например, или старшеклассников. Нюансы все равно будут. И третий этап – это уже реализация. Так вот, вот эти шесть наших помощников, которые расположились в центре, они действительно – это то, что нужно держать в поле зрения постоянно, когда мы придумываем что-то, создаем какую-то интерактивность, добавляем ее в нашу презентацию, потому что есть очень большой риск, я как человек, увлекающийся, с этим часто сталкиваюсь, поэтому вот эти шесть пунктов всегда стараюсь держать перед собой, иногда просто вешаю стикер на монитор, чтобы не забыть. Иначе есть риск увлечься технической стороной, настройками, а это действительно очень увлекательно, это целое приключение, если к нему относиться как к приключению, это затягивает. Что-то усовершенствовать, добавить визуализацию, а вот эффектов, еще что-то, и это может увести в дебри, превратить хорошую идею в тяжело реализуемую, либо не с тем результатом, который мы хотели. То есть ожидаемый результат, он все равно должен быть всегда во главе угла. И нелинейное расположение этих элементов постоянно в процессе разработки, работы над какой-то игрушкой, тестом, игровым элементом, который я создаю с помощью презентации PowerPoint, все равно эти три момента, идея, замысел и техническая реализация действия, они будут возникать. То есть не будет такого, да, Вероника Иршатовна, добрый день, помню, по-моему, у нас на прошлом вебинаре были, не должно отвлекать от цели занятия, и прежде чем вводить какую-то игру и пытаться делать ее с помощью программы PowerPoint, возможности, которые мы еще до конца не используем, как показывает практика, мы должны понимать, для какой цели, для чего нам нужно, нужен ли нам этот элемент вообще. Вот это и есть идея, замысел и реализация. И изменения будут проходить по всему процессу создания этой игры. Все равно они будут. И идея может возникнуть новая. Я вдруг понимаю, что вот здесь можно и другую игру попробовать. И коррективы в замысел будем заносить, особенно что касается возможностей и ограничений. Было у меня несколько моментов, когда я пыталась с помощью PowerPoint создать такой игровой элемент, и вдруг понимаю, что это гораздо легче, проще и удобнее сделать с помощью тех возможностей, которые есть в онлайн-курсе, там вообще минимальнейшие настройки, мне ничего создавать с нуля не надо. И вот здесь очень важно вот эти возможности ограничения перед выбором технологии обязательно соотносить. И даже в процессе разработки эти вопросы у нас все равно будут возникать. Поэтому бояться этого не надо, это нужно просто иметь в виду. Ничего страшного, если мы свернем с пути. Главное это сделать пораньше, а не тогда, когда уже мы выносим презентацию на аудиторию и понимаем, что делать надо было по-другому. Спасибо, Юрий Николаевич. Модель сам. Спасибо. Ну вот, Дед Мороз в действии. И это такой теоретический момент. Это то, что один из важных слайдов, которые нам, Елена Михайловна, ничего страшного, что опоздали. Мы рады вас видеть. Один из самых главных, наверное, сегодня таких теоретических слайдов. И, как я вам обещала, много теории мы сегодня не будем. На прошлом вебинаре я вам говорила, что покажу интересные вещи сегодня. И вот такой дележ опытом, пожалуй, сегодня на вебинаре начнем. И начну с себя. От торжественной части нашей сегодняшней встречи мы уже с вами можем переходить к праздничному застолью и играм. Ну что, коллеги, поиграем, посмотрим теперь, какие истории, какие элементы можно создавать с помощью программы PowerPoint. Ну, я предлагаю вам немножко поиграть. Я, пожалуй, буду переключаться в режим показа рабочего стола. И какое-то время я чат не буду видеть. Ну, вы пишите туда, отмечайте, ставьте плюсики, если я сдаю вопросы, я слышу ваши сигналы. И, вернувшись потом, я посмотрю, что у нас здесь с вами происходило. Ну что, коллеги, играть будем? Это вопрос к аудитории. Будем. Отлично. Ага. Ну, тогда, тогда, тогда переходим. Значит, по игре. Я параллельно буду давать еще какие-то комментарии. Вы можете поиграть, писать ответы в чат. И тогда у нас действительно может получиться такая небольшая, небольшая игра. Так, я начинаю трансляцию рабочего стола. И вы мне, пожалуйста, напишите, просто отметьте, отметьте, пожалуйста, видно ли вам мой рабочий стол. Так, сейчас я выйду обратно и посмотрю, что у нас здесь происходит. Видно, видно, отлично, все. Тогда мы идем, идем сюда. И первая игра, которую я вам покажу. Я сегодня вам покажу несколько игр, которые были созданы в презентации PowerPoint. Это чистый PowerPoint. Вот это было от начала до конца. Я ее создала с нуля и под, как говорится, под ключ, со всеми настройками, со всеми переходами. Для своего курса со студентами мы в нее играем. Конечно, здесь только часть и в расширенном формате. Называется «Лабиринт времени». Это повторение вопросов по лекциям. Теоретического материала мы вот играем в такой лабиринт. И начиная игру, кстати, я ее могу использовать и не только управляя сама, но и давая студентам презентацию. Они могут в нее тоже ее использовать как такой элемент для повторения. Ответ. Мы попали в лабиринт. Перед нами четыре двери, которые мы должны выбрать. Ответ на вопрос. В чем суть тайм-менеджмента? Варианты ответов. Ну, например, выбираю я вот это. И я получаю некую рекомендацию. Дальше я не двигаюсь. Передо мной стена. Я получаю ответ. Некий комментарий на мой выбор. Правильен ли был мой ответ. Нет. Я возвращаюсь обратно. Мне ничего не остается. Как попробовать еще постучаться в другие двери. Нет. Мы не угадали. Это совсем не тот. Тайм-менеджмент – это не подстройка своей жизни под какие-то планы и графики. Это нечто другое. Ну, хорошо. Наверное, вот сюда. Ура. Да, совершенно верно. Мы получаем комментарий. И переходим к следующему вопросу. Это уже следующий вопрос по теме планирования. Казалось бы, причем здесь древняя Греция, но у нас есть это определение понятия, которым мы пользуемся в тайм-менеджменте, и нам оно необходимо. Ну, например, я выбираю ответ вот так. Так, нет. Возвращаемся назад. И, наконец, да, мы победили. Мы поймали свой Кайрос, и мы можем выходить из лабиринта. Конечно, это сокращенный вариант игры. Так, два-два. Ой, я смотрю, у нас уже здесь ответы пошли. Ага. Да, два-два-три-три. Ну, давайте посмотрим, какой у нас правильный вариант. Могли их же угадать. Четыре. Нет, нет, ребята. Тайм-менеджмент – это совершенно не про то, как нашу жизнь превратить в ад. Арбайтен, арбайтен и только арбайтен – это не про тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент – это про то, как не подстраивать свою жизнь под планы и графики, а как планы и графики сделать тем инструментом, который поможет нам жить более ярко, более осознанно и получать удовольствие от этой жизни. Это только инструмент. Мы же не подстраиваем свою жизнь под молоток. А вот планы и графики – это тот же молоток, которым мы забиваем гвозди наших дел и задач. Поэтому здесь без фанатизма. Одно из главных правил тайм-менеджмента – без фанатизма. Успевать делать все дела правильно, все на свете мы сделать не успеем все равно. Да и надо ли вообще все-все-все делать? Вот это уже вопрос к теме приоритетов, расстановке приоритетов. Основная суть тайм-менеджмента – правильно делать главные дела. А вот чтобы понять, что такое главное, для этого нам нужна тема приоритетов. И вот это уже подводка к следующей теме. Я ее здесь даю для студентов, и устно мы это проговариваем. То есть методически здесь это прошито. Они уже на следующей теме вспоминают эту игру, говорят, а да, у нас было. Выходим из лабиринта. Следующий поворот. Да, вот здесь мы отвечаем на вопросы. Да, вот мы правильно ответили на наш вопрос. Мы поймали свой кайрос. Мы выходим из лабиринта. Ура, мы выбрались. И дальше у нас идет уже… Если я провожу эту игру в аудиторном формате со студентами в живой аудитории, то вопросов здесь, конечно, у нас побольше. И дальше у нас уже идет тема. Если я даю эту презентацию, ей может пользоваться студент как элементом игровым, то у нас дальше идет еще одно приключение и путешествие. А вот за то, что мы правильно ответили на вопросы и выбрались из лабиринта, вот здесь маленький подарочек. Нас ждет следующее приключение, следующий этап, следующая серия вопросов. Но прежде чем мы к ней перейдем, мы ждем пока наполнятся наши воздушные шары и можно поиграть. Вот такая вот небольшая игрушка, совершенно простая. Крестики-нолики. Один клик мыши – это нолик, два клика мыши – это крестик. Ну вот здесь у нас боевая ничья. Сбрасываем, можно поиграть еще. И дальше стоит кнопка перехода, которая переводит нас. Здесь она пока закрыта, потому что если использую в аудиторном формате, она закрыта. Если я даю это студентам, я ее просто открываю, делаю видной кнопкой перехода к следующей игре, к следующему упражнению. Вот такой вот небольшой элемент игровой, который… Вот эта игра единственная, которой я взяла шаблон готовый. Это полностью готовая игра. И в подарках я ее вам отдельно, этот шаблон дам. Единственное, что здесь было моего, я перевела название кнопки на русский язык. Начать новую игру было написано по-английски. Я все-таки не стерпела, не удержалась, перевела на русский. Очень простая вещь, сделана на триггерах. Настройка анимации, переходы, смена действий по щелчку мыши. Один щелчок – нолик, два щелчка – открывает крестик. Еще один щелчок – закрывает квадратик. Всего три квадратика, и вот из них сделана такая игра. Достаточно простая, но это вот тот самый шаблон, который можно спокойно использовать и который можно брать себе. Я его вставила сюда, как такой элемент развлечения, награды по завершении неких действий, по завершении вот этого небольшого игрового теста. Под структуру я вам даже покажу, как она выглядит. Вот они слайды, вот сколько слайдов было на два вопроса, которые мы прошли буквально за три минуты. И плюс два слайда завершающие, и слайд перехода к следующей игре, и плюс еще вот этот игровой. Я могу менять компоновку, я могу менять композицию, но если я буду вносить изменения, менять местами вопросы, менять местами слайды, у меня могут нарушиться связи, поэтому вот тот самый этап тестирования, прогуна, он обязателен, даже если у нас полностью готовый игровой элемент, но мы просто меняем, местами меняем нумерацию слайдов. Как сделан был этот элемент игровой, вот я вам сейчас покажу, вот с помощью анимации. Здесь он мне покажется или нет. Да, вот через настройку триггеров сделана отдельная картинка, и сделаны, добавлены отдельные элементы, и добавлены кнопки перехода. Вот сюда я добавляла кнопки перехода на каждую дверь. Если вы добавляете, делаете вот таким образом, то кнопка перехода, вот она немножко шире, она больше, чем сам объект, на который я ее накладываю. Да, чуть-чуть. Но самое главное, чтобы они друг на друга не наползали. Как это делается? Вот этот переход между слайдами, это вкладка «Вставка». Выбираем объект, на который мы ставим кнопку, и можно назначать действие. Создаем кнопку перехода и назначаем действие. Вот здесь в фигурах управляющие кнопки, вот они и сидят. Я беру настраиваемую кнопку и настраиваю это действие на эту кнопку. Значит, и дальше, соответственно, от того, какую дверь мы выберем, у нас открывается вот три варианта комментариев на неправильные ответы. У нас было четыре варианта. И правильный, это уже переход к следующему слайду. Комментарий к правильному ответу. Поэтому можно сокращать, можно просто сделать один слайд на все неправильные ответы, без комментариев, написать «Нет, неверно», там какой-нибудь страшный знак поставить, и переход обратно на вопрос с тем, чтобы попробовать, либо не давать. Вот количество попыток, количество возвратов здесь, это учебный элемент, поэтому я даю возможность попробовать все варианты, почитать все комментарии. Я могу сделать и по-другому. Я могу сделать один слайд «Нет, неверно», вернитесь, откройте учебник, прочитайте материал до тех пор, пока он не выйдет на правильный ответ. Я могу сюда поставить, настроить таким образом, что у меня будет, например, только две попытки, только два раза я могу выбрать вариант. Это тоже можно сделать. Значит, еще один момент, с которым мы сталкиваемся. Ну, здесь у меня была просто цель повторения материала, поэтому я дала такую возможность побродить по всем дверям. Еще один момент, нюанс, на который следует обращать внимание, когда мы используем игры и делаем с помощью PowerPoint. Вот смотрите, если я начинаю игру, вот у меня кнопка запуска, вот пошла игра, я хочу посмотреть, подмошенничать, подшульмовать и посмотреть, какие там варианты есть и какой из них правильный, чтобы его выбрать. Вот я пробую нажимать по слайду мышкой, правой, левой не работает. Я пробую кнопками перехода, стрелочками не работает. Я пробую с помощью пробела, не работает. То есть здесь переход между слайдами, он не работает. Нет возможности подсмотреть, что же там дальше. Часто в презентациях, когда мы делаем, вставляем такие игровые моменты, эта возможность сохраняется. Не сохраняется, ее нет, и можно просто посмотреть, что там идет дальше. Вот это имейте в виду, если вы планируете вот такое жесткое требование, невозможность подсмотреть ответы в своих игровых элементов для участников, то тогда надо настроить определенным образом презентацию. Обычно она у нас настроена вот здесь, показ слайдов. Вот здесь мы настраиваем, делаем настройку. Обычно у нас стоит вот это, управляемый докладчиком. Режим показа слайдов, управляемый докладчиком, полный экран, и тогда я могу все слайды открывать и смотреть, что же там. Для игры я выбираю автоматический показ слайдов, настройка слайды все, нажимаю ОК и все. И у меня уже идет тот путь, который я закладываю в эту игру. То есть по-другому он уже не сможет. Но здесь есть ограничения. При такой настройке нам обязательно нужны кнопки перехода между слайдами. Нам нужно настраивать эти самые действия. Настраиваются они вот здесь. Вкладка «Вставка», «Действия». И вот он, переход по щелчку мыши. Это тоже, о чем мы с вами говорили на прошлом вебинаре, когда настраивали нашу викторину. И я указываю, на какую выбираю из списка, на какой слайд мне должен быть переход вот отсюда. И все. И отсюда, совершив это действие, кликнув мышью по этой двери, он попадает именно на тот слайд, который соответствует этому варианту. И назад он вернуться может, обратно на этот же слайд. Он вот эти варианты не видит. Вот это делается через настройку показа слайда. Там есть еще один нюанс. Если мы эту игру вставляем в общую презентацию, вот с этим очень осторожно. Там есть свой нюанс. Про него сейчас говорить не буду, но если такой вопрос возникнет, потом как-нибудь покажу. Поэтому я игры, например, делаю отдельно, для того, чтобы вот эту настройку сохранить, чтобы не забыть. Итак, я вернусь. Интернет прервается. Сори, предпраздничные дни. Юрий Николаевич прослушал, вставляется в PowerPoint. Юрий Николаевич, что вставляется в PowerPoint? Что вы прослушали? Эта вся игра сделана на PowerPoint. Вот этот элемент, он весь сделан на PowerPoint с использованием настроек и одного шаблона, который я нашла в интернете. Да, вот сейчас по интернету собираю такую коллекцию шаблонов различных игр и интерактивностей, создаю коллекцию, там уже достаточно много интересных вещей. И думаю, в следующем году, наверное, буду делиться с вами про крестики-нолики. Сценарий игры пишется отдельно. Юрий Николаевич, да, крестики и нолики – это PowerPoint, это настройка через триггеры, настройка анимации через триггеры, сценарий игры, конечно, пишется отдельно. Здесь я его просто добавляю как награду. Вот она в конце стоит. Я ее просто вставила как награду по пути за выполненные задания. То есть все предыдущие до воздушного шара элементы – это одна игра. И вот это вот отдельный шаблон, игровой шаблон с уже содержимым, прописанным. То есть здесь ничего мне прописывать не пришлось. Но я, конечно, залезла, посмотрела, как это сделано. Это сделано просто настройкой анимации. Вот они, триггеры здесь прописаны. Вот здесь через прописанные триггеры идет создана эта игра. В принципе, не сложнее, чем красные горошины. Самое главное – только прописать сценарий, настроить триггеры, да, что по какому действию совершается, сколько кликов мыши. И, возможно, здесь не хватает… Вот еще, смотрите, в готовых исходных шаблонах нет инструкции игры. Я ее сюда не вставляла, потому что этот элемент я еще студентам не давала. Мы до шаров доходили, да, дальше у нас другая игра шла. Здесь обязательно должен быть такой элемент, как инструкция. То есть нолик – это один клик мышью, крестик – это два клика мышью. И начать заново сбросить это, нажать кнопку. Для того, чтобы у участников не возникало сомнений, как пользоваться этой игрой. Да, это встроено. И следующий элемент. То есть ничего сложного здесь, в принципе, нет. Это только время и продумать сценарий. Сейчас я вам еще один элемент покажу, прежде, чем мы пойдем дальше. Ой, где у меня тут остановка рабочего стола. Вот. К этой игре с вопросами про сценарий. Спасибо большое, Юрий Николаевич, что напомнили. Сценарий любой игры, любого элемента не просто желательно, а обязательно продумывать и прописывать заранее. Вот эта вот триада. Идея, замысел, реализация. Вот даже на этапе реализации у нас вот эти два предыдущих элемента должны быть уже очень хорошо проработаны. И обязательно, когда мы говорим... Здесь вот я вам показала игру, сколько там было слайдов. Сейчас я вам скажу. На один тест было 13 слайдов. Вот 13 слайдов на два, на игру из двух вопросов. А если вопросов у меня будет пять. Пожалуйста, Юрий Николаевич. Всегда пожалуйста, для вас все. Вот если вопросов будет пять, вот эта структура, вот эти переходы, взаимосвязи, это все нужно настраивать. Запутаться очень легко. Поэтому первый этап, это самый, наверное, большой и за самое время емкий, это подготовка. Делаю обычно ручками со стикерами, либо делаю вот такой вот слайд в той же PowerPoint, использую его как рабочий отдельной презентации из одного слайда. И с помощью объектов я прописываю структуру. То есть у меня есть две схемы, две составляющие. Иногда делаю, если большая структура, на отдельных слайдах, иногда удобнее это сделать вручную даже. Номер слайда и что это за слайд. Вот по первому вопросу у меня структура макет прописана здесь. Для начала игры, для первого вопроса. Титульный слайд, вопрос номер один, вариант ответов. Здесь я еще могу сделать пометочку, какую идею я собираюсь использовать. Здесь я использовала идею игры двери. Три двери, четыре двери, выбор. Дальше. Результат неверного ответа. Здесь подразумевалось у меня сначала, вот оно, изменение замысла по ходу. Сначала я хотела сделать один ответ, комментарий, обратная связь, что нет, ваш ответ не верен. Прочитайте материалы лекции еще раз. Результат верного ответа. Это вот наш выход из лабиринта, переход к следующему слайду и слайд перехода к вопросу номер два. Вот пять слайдов, которые изначально подразумевались. Он у меня разрос до восьми слайдов. Здесь вот такого рода игры, я их называю вопросные игры, когда идет линейная, задается вопрос, результаты, следующий вопрос, результаты. То есть это получаются некие циклы. Вот каждый цикл, он практически идентичен, и поэтому достаточно вот одной такой схемы по каждому циклу. А дальше просто будет зависеть от их количества. Но у меня разрослось до восьми слайдов, потому что результаты неверного ответа я еще добавила, дополнила комментариями еще три слайда, у меня здесь семь слайдов, еще два слайда появились. И вторая схема – это алгоритм прохождения. Вот прежде чем настраивать взаимосвязи через действия во вкладке в PowerPoint, я сначала их рисую здесь. Здесь вот я нарисовала так, от руки это надо видеть. То есть там схема гораздо более расширенная. Что с чем взаимосвязано, откуда, какому слайду, какой переход, как мы переходим, как мы возвращаемся. То есть весь алгоритм прохождения игры сначала делается вручную, чтобы потом вот там при настройке PowerPoint не запутаться самому, не заблудиться и не переделывать потом всю игру заново. Достаточно сделать правильно один цикл, потом через дублирование можно будет повторять, но проверять просто переходы номера слайдов, чтобы совпадали и не дублировались старые, и не возникало неожиданностей во время самой игры. Ну и, конечно, тестирование у нас обязательно должно быть. И продолжение игры с воздушными шарами. Вот мы занимаем позицию наших воздушных шаров. Так, сейчас я обратно перейду в рабочий стол и покажу вам продолжение этой игры. Так, скажите, пожалуйста, появился ли рабочий стол на экране? Сейчас покажу презентацию. Подставьте, пожалуйста, просто несколько ключиков, сейчас я посмотрю, что у нас здесь. Да, да, отлично, все, смотрим дальше. И вот дальше у нас пошло продолжение игры. Мы полетели на воздушных шарах. Ох, чем же он меня обратно выбрасывает. Заняли свое место в воздушном шаре. Это вариант модификации, один из вариантов своей игры. Можно делать или викторины, можно делать через викторину, можно делать через вот такой вот шаблон. Два типа вопросов. Опять же, цветовая индикация, как вы их настроите, будет зависеть от той методической и исходной задачи, от того замысла, почему мы говорили про замысел, который вы для этой игры закладываете. Я могу сделать желтые вопросы, например, более простые. Если мы на них, это минимальный риск, если мы на них отвечаем неправильно, у нас улетает только один шарик. Зеленые вопросы сложные, посложнее. Если мы отвечаем неправильно, у нас отрезается два шарика, то есть степень риска неправильного ответа. Я могу разделить участников на две команды. Желтые и зеленые. Каждый из них выбирает из своей категории вопрос. Либо я могу оттолкнуться немножко от другой задачи. Например, да, две команды. Зеленые выбирают задания для желтых, желтые выбирают задания для зеленых. То есть команды друг другу дают задания. Вот это все должно быть прописано заранее, еще до начала игры, когда я только отсматриваю шаблон. Вот эта настройка игры должна быть проведена еще до работы в самой программе PowerPoint. И тогда в зависимости от того, какую... Это еще не все варианты, что можно придумать с этим слайдом. Здесь до бесконечности можно различные вариации приводить. И в зависимости от выбранного варианта я уже и готовлю вопросы, и настраиваю, и прописываю их в шаблон, и настраиваю игру, и, соответственно, продумываю задания для участников. Вот это самое важное. Не потом у меня есть готовый шаблон игры, а на занятии я чего-нибудь там придумаю, как-нибудь скреативлю. Нет, это неправильно, это пойдет все вверх тормашками. Заранее должно быть продумано, тем более, что вопросы мы прописываем от того, какой формат проведения игры мы выбрали. И вот мы начинаем отвечать на вопросы. Вот выскакивает у нас вопрос, мы на него отвечаем, ответили правильно, мы молодцы. Выбираем второй вопрос, ответили неправильно, у нас один шарик улетел. Вот в этом случае шаблоном, кстати, управляет ведущий. Это вариант для проведения оффлайновой игры в аудитории. Как в индивидуальном формате можно это делать, так и в командном. В командном идет веселее. Выбираю следующий вопрос. Ответили неправильно, у нас еще два шарика улетели. Здесь мы ответили правильно, ответили неправильно и о несчастье корзинка рухнула. Надо начинать игру сначала. Вот это начальный шаблон. Практически я не трогала исходный вариант. Вот как он был, так я его сюда и поставила. Единственное, что вот этот шарик, это шарик, которым может управлять ведущий. И в любом моменте игры я могу выбрать именно его, и на него стоит триггер отпустить корзину. То есть я могу как-то управлять этой игрой, и я могу создать вот такой вот неожиданный поворот сюжета, когда корзина у нас рухнет. Я могу его не трогать. Здесь на нем стоял значок, стрелочка. Я ее убрала, он стал такой же шарик, как и все остальные. Просто я знаю, что если я по ним щелкну, то у меня корзина точно упадет. Либо я сначала выбираю все остальные, его оставляю на потом, либо где-то в середине игры я добавляю драматизма, и могу этот шарик убрать. Можно переделать шаблон, добавить несколько таких шариков. Здесь тоже можно, опять же, это будет зависеть от целей, от того замысла, который я в эту игру вложу. Буду я добавлять драматизма или нет. Второй момент, который мне показался неудобным. Вы видели, какие вопросы у нас были выбраны? Я нет. Я нажимаю на первый, я нажимаю на четвертый, я нажимаю на девятый. Квадратики не меняются. Вот это тот момент, который очень часто в играх, в викторинах, в шаблонах он присутствует. То есть они не меняются, они не изменяют своего цвета, они не исчезают. И я могу еще раз задать один и тот же вопрос несколько раз. Если это методически, если это предусмотрено вашим замыслом, вашей игрой, играть в нее можно до бесконечности, одни и те же вопросы гонять. Если вам это нужно, ради бога, пусть так остается. Мне показалось, что это не совсем правильно. Я как ведущий, например, начинаю дергать и нервничать, что у меня уже выбрано, что нет. Ну, что мне делать, свои подсказки на стикеры, что ли, писать, номера зачеркивать? Ну, зачем, если у нас есть Powerpoint? Поэтому я этот шаблон для себя немножко добила. Убрала вот эту штуку. И вопросы просто добавила еще один триггер на вопросы. Я теперь уже не нервничаю, я уже сама вижу, какие вопросы у меня выбраны, какие у меня еще остались. Это же видят, кстати, участники, им легче ориентироваться тогда, как накал динамизма усиливается. Можно пойти дальше, можно, например, добавить еще триггер. Если этот вопрос был отвечен правильно, он изменит свой цвет. Если неправильно, он может остаться таким же или тоже изменить свой цвет. И тогда разбор полетов, результат игры, сразу будет видно, из-за кого упала корзина, кто дал больше правильных ответов, какая из команд победила. То есть, опять же, это будет зависеть от замысла, от того, что мы хотим от этой игры получить. И такой универсальный, но тогда нужно будет допилить, такой универсальный фактически шаблон, который можно использовать и на различных предметах, и в различных, например, тренингах, там, где нам нужна команда образования, нужны какие-то коммуникации, выбор. Это все можно использовать. Вот такой вот небольшой шаблончик. Ой, Юрий Николаевич, нечаянно заглянула в чат перед выходом в другое измерение, да, другой игры. Спасибо, неожиданно. Вот такая игра. Сейчас еще одну покажу игру, которая может быть шаблон, который, опять же, опять же, сейчас я посмотрю, я его допиливала ли мне. А, он здесь. Отлично. Еще одну штуку покажу, которая может быть использована и как элемент эффект визуального оформления, перехода слайдов, например, и как игра. Не помню, как она называется, это тип игры. Есть картинка, картинка появится только после того, как мы будем открывать вот эти квадратики, цветные квадратики. Опять же, можно работать и в командах, можно проводить индивидуальное задание, давать. Но, опять же, это уже методика проведения занятий, проведения игры. Постепенно открываем квадраты, и там есть какой-то рисунок. Это можно настраивать автоматически. Если мы на эти квадраты добавим триггеры переходов, то это будет просто красивый визуальный эффект во время выступления, во время презентации. Либо мы это превращаем в игру. Но вот если мы это превращаем в игру, коллеги, будем открывать по одному квадратику, а вы пишите, пожалуйста, в чат свои ответы, что это такое, что это за картинка. Ну, начну... Ну, по идее, мы должны... У нас голосовой связи, к сожалению, сейчас нет. По идее, вы должны были называть номера или писать в чате. Я просто сейчас чат не увижу, поэтому я буду как бы от вас открывать квадратики. А вот варианты, что это такое, что это за картинка, вы, пожалуйста, в чат пишите. Я сейчас вернусь в чат и посмотрю. Ну, например, мы хотим начать с центра и открываем пятый квадрат. Да, вот еще звуковой эффект будет стоять. Здесь еще настройка звука стоит на квадратики. Непонятно. Хорошо. Второй. Девятый. Седьмой. Вот уже становится более понятно, что это такое. Сейчас я загляну в чат, у нас пошла... Так, кто, кто, кто сказал? Сейчас дом, теремок, прожектор, церковь, терем, храм. Елена Владимировна Бабич, победитель нашего конкурса. Да, это терем Деда Мороза. Сейчас я вернусь обратно и сейчас, наверное, пока выходить не буду. Да, да, это вот терем Деда Мороза, это Углич. И вот если мы угадали, открываем полностью картинку. Вот проходит звуковой эффект. Да, вот мы видим ее полностью. Вот оно. На такое новогоднее поздравление. Можно сделать еще круче. Можно сделать гораздо большее количество квадратиков. Здесь вот 36. Есть еще больше. Там, по-моему, да, то ли 48, то ли 72. Сейчас посмотрю даже. Нет, сейчас не буду, потом посмотрю. И точно так же мы открываем разные квадратики, пытаемся угадать, что там. Так, что там за картинка? Ладно, открываю еще квадратиков. Так, сейчас смотрю, что у нас здесь. Корабль, парусник, алые паруса. Алые паруса, да, да, да. Конечно, корабль, конечно, парусник. Это не просто парусник, это... Те самые знаменитые алые паруса питерские. Да, вот я... Да, которые мне удалось позапрошлом году понаблюдать вживую. И вот эта вот фотография, да, это вот с того самого праздника, так сказать, личная фотография. Действительно, зрелище необычайное. Вот, пожалуйста, мы угадываем. Здесь можно делить на команды, кто быстрее. Здесь можно продумывать. Опять же, это будет зависеть от замысла. А вот теперь, коллеги, вам, знатокам, первые два задания были легкие. А сейчас я вам покажу третье задание. Кто угадает, это прям вот супер получит от меня супер приз, супер шаблон. Уже адаптированные содержанием. Что это такое? Кто первый напишет в чате, что это такое? Очень четко и конкретно. Будет молодцом и победителем. Ну, еще одно открою. Так. Иду смотреть, что у нас здесь. Так, так, так. Что у нас здесь идет? Так, сейчас смотрю чат. В Питере видели вживую было супер. А, это правый парус, а, да, Ялта, стена. Нет, не Ялта, а Петергоф, да, да. Так, сейчас смотрю, у меня убегает немножко. Это что-то в Сочи. Нет, Юрий Николаевич, это не в Сочи, это до Сочи. Было. Камин. Нет, музей. Ну, фактически, да, памятник. Стена плача. Нет, не Стена плача, а Стена радости. Купель, Эрмитаж. Не Эрмитаж, Грот. Да, Ирина Николаевна, только уточните, какой Грот. Сауна с бассейном. Нет, фонтан. Фонтан. Грот Большого Каза. Михеева Елена Юрьевна. Все, второй победитель у нас есть. Самый, самый точный, самый точный ответ. Так, Вахчисаревский, Наталья Николаевна. Нет, нет, нет. Сейчас я вам покажу, что это такое. Это тот самый. Вот он. Это фонтан Шутиха в Гроте Большого Каскада. Грот находится под Большой Каскад Петеркуфа. Вот там есть такой Грот. И в этом Гроте был установлен фонтан Шутиха. Это, по-моему, реплика. Хотя я не могу сказать точно. Ну, по крайней мере, фрукты, да. Во времена Петра он был любитель таких шуток и забав. И вот он сделал такой фонтан Забаву, фонтан Шутиха. Стол, прекрасные фрукты в жару, дамы, кавалеры, приглашенные гости в Гроте отдыхали. Прекрасно, замечательно, прохладно. Но как только они тянулись за фруктами, вот по кругу идет вот эта окантовочка, вы видите, с дырочками, это фонтанчик, да. Тут же включались струи воды, всех окатывало в прекрасных париках и парчевых нарядах струями воды. И, ну, по крайней мере, Петру было весело. Он любил наблюдать за этим зрелищем. Как было тем, кто попадал в этот фонтан, не знаю. Фонтан работающий до сих пор, да, любит забавляться. Но здесь, как говорят экскурсоводы, он работает сам по себе, когда он сработает, неизвестно. Но эта вещь тоже настраиваемая, так же, как и PowerPoint, потому что я видела, там за углом стоял человечек в форме охранника с очень такой радостной улыбочкой, включал кнопочку запуска этого фонтана. То есть они поджидают, пока народу больше соберется вокруг стола и запускают этот фонтан. Так что здесь тоже все настраивается, так же, как в PowerPoint. Вот вам, пожалуйста, можно использовать этот, вот эти квадратики. Здесь у нас, да, пока 36. Можно использовать и как визуальный элемент эффектного входа, эффектного перехода от изображения, появления изображения. А можно использовать и делать из него вот такую игру-викторину, опять же, заранее прописав не только задание участникам, не только насколько групп мы делим, либо индивидуально это проводим, это тоже можно делать. Но и обязательно здесь должна быть какая-то цель, задача, и под нее уже выстраивается сценарий. Здесь я вам показал три разных варианта. Ну вот в третьем варианте у нас даже такая мини-лекция получилась по типу исторического экскурса. И такая интерактивная экскурсия в Петергоф мы сегодня совершили. Наталья Николаевна, да, грот Петра. Да, картинка сейчас у нас пропадет. Да, можно и пазлы. Людмила Борисовна, да, я показываю самый простой вариант. Это с картинками. Можно сделать и пазлы. Можно делать совершенно различные пазлы. Можно делать вот такую игру. Это и есть тип игры, который так и называется пазл. Шаблоны под них тоже есть в коллекции. Я сейчас уже несколько вариантов натащила исходных. Буду проверять. Потому что вот эти все картинки, все эффекты, все шаблоны, их приходится проверять. Вот я вам даже сейчас попробую показать побольше, с чем очень часто сталкиваешься, когда берешь готовый шаблон. Когда вы вставляете его в свою презентацию, проверяйте, пожалуйста, еще вот эту вещь. Посмотрите, пожалуйста, если на рабочий стол. Сейчас я вам покажу размер слайда. Большинство шаблонов, готовых шаблонов, они идут под широкоэкранный формат 16 на 9. Если ваша презентация сделана в стандартном формате 4 на 3, и вы просто этот шаблон ставите к себе в презентацию, берете слайд или целиком несколько слайдов, и их вставляете в свою презентацию, уже готовую, которая идет 4 на 3, у вас будет получаться вот такая вещь. Как вот здесь, видите, место на слайде. Здесь это незаметно было с шарами, с картинками тоже мы особо этого не замечали, он его растягивает, но на других шаблонах у вас могут вылезать вот эти хвосты. Если помните, на прошлом вебинаре мы, когда делали динамический фон, у нас эти хвосты, если неправильно настроишь, они начинают появляться. Пустое место слайда, это не очень красиво. Вот здесь то же самое, когда вы перетаскиваете из широкоэкранного в стандартный, обращайте внимание, очень часто даже приходится перенастраивать шаблон, лезть в настройки, потому что они могут тоже сбиваться. Вот красные горошины, которые я вам на прошлом вебинаре показывала, и своих, у меня такая беда произошла. И с фонами пришлось проверять, и пополз весь дизайн. Дизайн начинает ползти. Здесь у нас простой, поэтому здесь все нормально встало. Если очень много элементов, если есть еще фоны, и на этих фонах строится какая-то игра, имейте в виду, при переносе из одной презентации в другую, этот фон будет теряться. Если вы не будете работать на том шаблоне, а захотите его вставить в свою презентацию, у вас полетят фоны. То есть у вас будет фон в вашей презентации, он исчезнет. Вот эти нюансы обязательно нужно помнить перед тем, как заниматься использованием шаблонов. Ну и давайте покажу еще что-нибудь интересное. А вот, давайте вот такую игру мы сейчас с вами и поиграем. Так, сейчас, прирост учебных... Ага, сейчас посмотрю в чате, что у нас происходит. Да, как отвечать, если я этого не видела? Угадывать, угадывать, здесь ничего другого не остается. Понять, как это настраивать. Ирина Викторовна, все настраивается достаточно несложно с помощью анимации и триггеров. Все в PowerPoint, без каких-либо макросов. Как правило, готовые шаблоны, они уже имеют готовые настройки. Остается только туда залезть и посмотреть. Если не знаете, что такое, как настраиваются вот эти анимации, есть вопросы, никогда не пробовали, не работали с анимацией, либо с триггерами, есть проблемы. Причем после Нового года я планирую вот такое вот обучающее мероприятие проводить. Ну, скорее всего, это будет частично в платном, частично в бесплатном формате. И там можно будет научиться. То есть я готова вам раскрыть все тайны и научить, как это делать. Тем более я показываю вам только то, что делаю сама, то, через что прохожу сама. И не про то, как правильно надо сделать, а показываю, как это делается. Значит, по настройкам, да, могу помочь. Здесь все... и сложность настроек, она будет зависеть от той задачи, от того замысла, который мы на первом этапе формируем. Насколько сложной будет эта игра. Иногда уже на этом этапе я и себе, и коллегам... Юрий Николаевич, это к вашему вопросу тоже. Я иногда рекомендую отказаться от использования PowerPoint и сама отказываюсь от использования PowerPoint в сторону, например, онлайн-тестов или тех игр, которые есть, например, уже встроенные в Moodle. Вот нашла я игру в PowerPoint. Называется... сейчас я посмотрю, может быть, я ее даже... А, ее здесь нет. Сейчас я ее вам даже и покажу. Сейчас она запустится. Эта игра... Вот. Вот. Эта нашла шаблон для игры... Угадая... как там, угадая слово, колесо, поле чудес, да. Когда надо угадывать слова, она здесь построена по принципу веселец. Или, как в нашем формате Юрий Николаевич ее переименовал, жалко человечка вешать, переименовал в спасти героя, по-моему, да. Что такое остаться в живых, спасти героя. Вот здесь это называется... С английского переводила-переводила, как-то назывался, неземной человечек или там, космический человек. Ну, я ее перевела как... Есть контакт назвала, да. То есть загадывается некое слово. Слово. Здесь есть буквы. Выбираем так же, как в поле чудес, только не колесо крутим, а выбираем буквы. И вручную открываем, если эти буквы есть, открываем здесь. Я попробовала, сразу скажу, столкнулась с большой проблемой. Игра была заточена... Вот все шаблоны, особенно с иностранных сайтов, они этим страдают. Они заточены, особенно что связано с языком, они заточены под английский язык, они заточены под английский алфавит. И мне пришлось здесь доделывать наши буквы, переделывать полностью эту часть. Это достаточно трудоемко. Ну, я ее просто ради интереса переделала, потом нашла быстрый способ, как это сделать. Проводится игра вручную, то есть буквы отслеживаются вручную. Здесь из анимированного только отлет космического корабля вместе с анопланетянином, если мы слово не угадали. То есть он не погибает, он улетает. Ну, здесь более такой мягкий вариант виселиться. Это да, это хорошо, идею подсмотрела. Но делать ее, доделывать ее до конца, добивать этот шаблон, честно говоря, у меня большого желания не возникает. Да, Юрий Николаевич, я помню. Спасти последний герой, потом спасти героя. Наталья Николаевна спрашивает, бесплатно я стараюсь брать все бесплатные шаблоны. То есть вот эти шаблоны, которые я нахожу, специально сейчас по иностранным сайтам рыскаю, собираю коллекцию. И свои шаблоны есть, и беру только бесплатные шаблоны. Все, что я вам даю, это все бесплатное из интернета. Но свои какие-то разработки, скорее всего, совсем бесплатными не все будут. Все-таки трудоемкость у некоторых вещей очень высокая. И я поняла, что я вот этот шаблон использовать и добивать его до конца, скорее всего, не буду. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, я вам просто исходник могу дать, и можете с ним повозиться. Но, честно говоря, это очень времяемко, это очень трудоемко. И зачем, если есть уже готовая настроенная игра в том же mood? У нас есть этот плагинчик, стоит эта игрушка, и мне легче там 3 минуты потратить на настройку, чем возиться с PowerPoint. С другой стороны, если ничего, кроме PowerPoint, у меня нет, и нет онлайн-курса, и нет такой возможности, вот тогда, да, тогда вот этот шаблон мне будет в помощи, и мне придется его добивать. Значит, ну вот, пожалуйста, перед тем, как заниматься техникой настройки, лучше сначала подумать о том, нельзя ли поиспользовать какой-то более оптимальный вариант. К вопросу Юрия Николаевича. Какова оценка прироста учебных результатов по отношению к приросту затрат педагога? Стоит ли овчинка выделки? Вот, опять же, хороший вопрос, спасибо. Те варианты, которые я сейчас показываю, овчинка выделки стоила. То есть затраты на разработку своей игры, вот этот, с лабиринтом. У меня ушло 2 часа на разработку структуры и макета, ну, потому что у меня был готовый контент, это лекции, это есть готовые вопросы, ключевые для повторения. Мне оставалось только найти идею, с этим проблем нет. Вот идеи, сами знаете, я могу креативить и находить очень быстро. То есть, что это будет за игра, что это будет за лабиринт, на это много времени не ушло. На создание вот этого макета структуры и алгоритма у меня ушло минут 40, 30-40, потому что я его переделывала. Изначально вариант был совершенно другой при той же идее. Я его переделала. Да, здесь у меня минут 30 ушло 40. А дальше дело техники. Ну, еще минут 20 на подготовку контента, чтобы копипейстом не особо вводить от руки. А дальше вот сама техническая настройка, создание слайдов, это заняло где-то минут 20-30. Ну, считайте, 30-40, минут 20, ну, где-то 2-2,5 часа, максимум 3. И это с тестом, с прогоном, с дизайном, да, подбором картинок, потому что картинки начала менять, мне первоначальный дизайн мне понравился. Конечно, там можно и затратить больше времени, если подбирать какой-то супер дизайн, попробовать сделать как имитацию компьютерной игры. по отдаче, ребята, появился интерес. Да, вот та самая вовлеченность, вот самый интерес. На следующее занятие они пришли ко мне уже с вопросами по приоритетам. А помните, вот у нас там в игре был вопрос, и у нас пошла дискуссия. У них появилась активность. На вопросы со второго прогона, другой вариант, уже по другим темам, та же самая игра была, появилась, они начали лучше отвечать на вопросы. То есть, если вначале, там, не знаю, 5 человек из 15 отвечали правильно, из 20 интерес был, опять же, не у всех. Со второго прогона вот этой игры, но уже по другим темам, заинтересованность была где-то 2 трети группы, всегда одна треть будет отстающих, и они начали больше внимания уделять материалам. Я даже видела, что они скачали, конечно, они хитрили, конечно, они хитрили. Они скачали лекции на смартфон, либо заходили в библиотеку, где лежит конспект лекций со смартфонов, и пытались в тексте лекции искать ответы на вопросы. Да бог в помощь, это не тест, это не итоговое мероприятие, это не промежуточная тестация, это повторение материала. Если они еще пытаются, они начинают листать свои конспекты, они начинают, а можно друг с другом, можно друг с другом, можно подсказывать, пожалуйста. Оно стоит, Верни Ковач, конечно. Вот в этом плане да. Ну, как итоговое или аттестационное мероприятие, я, конечно, такие вещи не использую. Это игровой момент, игровой момент лекции. Ну и, коллеги, в завершение еще одну викторину вам покажу, которая основательно перекроила. Еще один шаблончик. Ирина Георгиевна, коллеги, со звуком у всех все в порядке, пожалуйста, поставьте плюсики в чат или напишите, что у нас со звуком. Отлично, все, хорошо. Итак, коллеги, и... Ага, спасибо, спасибо. Значит, был вопрос у нас во вкладке «Вопрос», прежде чем к завершающей стадии уже совсем новогодней вечеринке мы перейдем. Вопрос от Сергея Ивановича. Есть ли литература по программированию в PowerPoint? Значит, то, что я вам показываю, это не программирование. Это самая простая настройка анимации и триггеров, и действий. Те настройки, которые может сделать любой преподаватель. Вот я не информат, я информатикой не занимался. Я не программист. Я, ну, когда-то был опыт администратора сайта давным-давно, администратора базы данных лет 10-15 назад, 15-20 назад. Было. Ну, навыки уже забылись, но, видимо, что-то в голове все-таки еще осталось принципиально. Но я не технарь. И для меня вот это программирование, скрипт, HTML5, флеш, когда говорят, мне становится реально страшно. Я не представляю, как я это буду делать, использовать для того, чтобы сделать презентацию или какую-то игрушку. Поэтому я сторонник каких-то самых простых способов, методов, если можно обойтись более простыми вещами, обходиться более простыми вещами. Вот это самое простое. Вот эти шаблоны, которые я нахожу, здесь макросов я пока еще не видела. Да, Сергей Иванович, можно программировать, можно делать настройки через макросы в PowerPoint, прописывать программы туда, и это будет, конечно, еще более круто. Но здесь метод научного тыка. На вопрос про литературу. Все макросы для PowerPoint прописываются на Visual Basic. Сборка версткой презентации. Значит, все макросы прописываются на Visual Basic. Такой литературы самоучителя я сама искала, когда пыталась это делать. Потом плюнула и ушла на анимацию, на самой простой. Visual Basic для PowerPoint нет. То есть такого самоучителя нет, литературы нет. Литературу по Visual Basic можно найти в аналах истории книжных магазинов. С нее уже давно ушли, она вот есть. Не слышала я каких-то новинок про Visual Basic. Но найти можно. Но вот так, чтобы для макросов или для создания каких-то игр, программ в PowerPoint, ее нет. Вопрос от Ирины Викторовны. Где скачать такие шаблончики? Значит, Ирина Викторовна, можно порыскать по интернету, но сразу коллеге говорю, готовые исходники, если вы рассчитываете на то, что даже если они рекламируются как полностью готовые, настроенные, уже с содержанием, или вы можете внести туда свое содержание. Нет. Вот так, чтобы взял, поставил тут же в свою презентацию, набил пару предложений, вопросов и ответов, и все идеально работает. Такого нет. Все равно приходится перенастраивать, да, 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 анимировать, да, вносить свои какие-то коррективы, в зависимости от того, какие цели и задачи у нас стоят, да, в зависимости от нашего замысла на эту игру. Потому что замысел у нас может быть совершенно иной, чем даже очень подходящий шаблон. То есть всегда приходится то, что, как там программисты говорят, допиливать, да, вот приходится допиливать эти шаблоны. Но то, что они есть, и большинство анимаций там уже настроено, это уже хорошо. Они есть, да, Ирина Викторовна, допиливать приходится. Помогать могу. Да, вот я даже задумываю такую, сделать обучалку, либо какой-то ресурс, пока не знаю, на какой платформе. Буду искать возможности индивидуальной работы по созданию вот таких игр. Если у вас возникает желание, времени нет, возможностей нет, пожалуйста, обращайтесь. Я вам на любом этапе могу помочь. И с поиском идеи, и как методиста разработать методическую составляющую для вот этой игры, и с контентом, и тем более с настройками. То есть довести вашу игру, помочь вам создать какой-то либо отдельный элемент, либо полностью какую-то большую игру с PowerPoint от нуля, от просто идеи, а вот хорошо бы здесь что-нибудь сделать, до работы под ключ. Естественно, это будет не бесплатный формат. Бесплатно. Вот я для вас сделаю такую коллекцию шаблонов, я ее уже собираюсь, и на новогодние праздники, скорее всего, тоже буду искать место, где разместиться, куда приткнуться. Бесплатные исходные шаблоны, которые я нахожу, а я сейчас лазю по очень многим сайтам, выискиваю, отсматриваю, собираю, я их буду туда размещать. Но если нужна будет помощь, это индивидуальное консультирование. Группы, скорее всего, нет, не буду делать, потому что мне интереснее пройти с вами весь путь и научить вас, как создавать эти задачи. А эта работа, это инт-пошив, а не массовое потребление. В этом плане мне как бы работа в группе не очень нравится. Задачи у всех свои, замыслы свои, и хотелось бы это в индивидуальном формате делать. Поэтому вот, пожалуйста, в группу пишите, если будет такое желание, то мы это сделаем. И, коллеги, последний по сертификатам коллеги, это к Павлу Юрьевичу. На этом мы можем с вами уже заканчивать. Но у меня к вам последний вопрос. Хотите в завершение, так, переход к Новому году совершить и пройти один очень-очень коротенький тестик, также сделанный в шаблоне PowerPoint. Много времени он у нас с вами не займет, всего пару-труечку минут. И тогда этот шаблончик я вам, скорее всего, ну, конечно, без, а может быть, и содержанием посмотрю, но в группе «Новогодний подарок» вам сделаю. Если готовы, поставьте плюсики в чат, кто хочет поиграть с нами. Если кому-то нужно идти, пожалуйста, коллеги всех с наступающим Новым годом, задерживать не будем. Отлично. Тогда показываю. Так, показ рабочего стола. А, он у меня уже и идет, а я и не вижу, забыла, что мы не отключились. Итак, новогодняя викторина. Игра по принципу формата игры «Верю-не верю». Вот такой новогодний вариант. Значит, коллеги, сейчас будет появляться три истории. Из этих трех историй только одна правда. Две истории ложь и одна только правда. Ваша задача – угадать, какая из этих историй, по вашему мнению, является правдивой. Значит, я не буду сейчас скакать между вебинарной комнатой и презентацией, чтобы не сбиваться, чтобы у нас побыстрее пошло. Поэтому я открываю презентацию. Я открываю вам три варианта. Они будут открываться ровно на минуту. Сейчас даже сделаю. За минуту вы читаете, пишете букву варианта, который вы считаете верной. Это правда. И потом я вам открываю все три варианта. Мы смотрим, какой угадали вы или нет. Вы просто делаете вывод для себя. Готовы? Тогда поехали. Три истории. Время пошло. У вас есть… Давайте сократим до 30 секунд. Истории короткие. Да, у вас есть 30 секунд. Через 30 секунд мы смотрим варианты. Все, последняя секунда. Время истекло. Смотрим, какой из вариантов у нас правильный. Думаете, Б? Вот это была неправда. Голландский коллега в шести гномах. Та-дам. Нет. И это тоже не так. А вот первый вариант. Да, вот это правда. Действительно, в Греции Новый год совпадает с праздником, с днем, когда чествуют святого Василия. И поэтому вот такой вот у них трансформации, у них нет Деда Мороза, у них святой Василий в свой праздничный день разносит детям подарки. И пекут даже специальный праздничный пирог, как это называется у них, Василий, Василий, с монеткой. Кому достанется монетка, тому будет счастье. А вот монгольский Дед Мороз, он, да, разносит подарки, но он сам является добрым пастухом, потому что и в Монголии празднование Нового года совпадает с праздником пастуха. А вот помогает ему его Снегурочка монгольская, ее называют Девочка Снег, зовут ее Заза Ахин, это ее зовут Заза Ахин. Шина Жила, это его внук, в переводе с монгольского, мальчик Новый год. Вот эти двое ребята и помогают ему разносить подарки. А вот голландский коллега Деда Мороза прибывает в страну от них не на коньках, а на паруснике и в сопровождении не шести гномов, а четырех почему-то чернокожих слуг. Вот не знаю почему, но вот так вот. И следующий вопрос. Еще 30 секунд. Время пошло. Ох, не могу я все-таки удержаться. Я все-таки загляну в чат, что у нас происходит. В, 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 А, Б, Б, С. А в самом начале нас-то угадал кто-нибудь. С, А. Ага. А первый, Б. Здесь у нас Б или С. Да, С, Б, 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 С. Ага. Значит, с традициями у нас все более-менее получилось попроще. Да, проверяем. Действительно ли. Да, это правда. В Испании действительно продают эти 12 виноградинок в баночках таким праздничным набором, чтобы удобнее было есть. Причем не просто виноградинки, очищенные от кожуры и уже без косточек. Но, видимо, были прецеденты. Вот эти две истории – это неправда. Проверяем, что это действительно неправда, и я вас не обманываю. Но неправда частично. А, кстати, про испанскую традицию, про 12 виноградин. Знаете, откуда она пошла и сколько ей лет? Вот этой традиции всего в 2019 году, будем праздновать 110-летие, в 1909 году был необычайно богатый урожай винограда в Испании, и фермеры не знали, куда его девать. И вот они запустили вот такую новогоднюю якобы традицию, чтобы сбыть свой виноград. Ну, естественно, его раскупали очень хорошо, им нужно было его сбыть. Ну, вот такая вот традиция родилась из маркетинговой идеи по продаже своего товара. В Саламанке действительно Новый год отмечают 15 декабря, но не по отчаянной причине, а по причине наличия там университета. Студенты разъезжаются после 15 декабря на рождественские праздники, и вот для того, чтобы они могли встретить Новый год все вместе, отметить Новый год, все-таки это студенческое братство, вот для них 15 декабря на плаце до майора бьют в колокола и вот такое вот объявляют пришествие Нового года, устраивают вот такую еще одну встречу Нового года. Так что это студенческий такой Новый год, именно в Саламанке. А с чемоданами вокруг дома ходят жители Бразилии, Эквадора и некоторых еще латиноамериканских стран. Правда, монетки они в них не кладут. И такой вот традиционный обход с чемоданами – это как бы выражение желания, что в Новом году мы сможем путешествовать, чтобы было как можно больше интересных путешествий. Так что здесь немножко правда, но перепутаны страны. И последний вопрос. Коллеги, большая просьба, сейчас когда будем писать, чтобы мне в ответах не запутаться, вы отмечайте на всякий случай, пишите просто цифру 3, а потом вариант А, Б или С. Просто я буду знать, что это третий вопрос, на который дается ответ. Итак, последний вопрос из нашей коротенькой викторины связан с новогодними традициями. Итак, время пошло. Ваши 30 секунд на прочтение и ответ. Стоп, время вышло. Сейчас я посмотрю, мне уже само интересно, что у нас здесь происходит. 3, так, А, С, 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 А, Ага, С, А, А, Ирина Николаевна, 3, Ф, это круто. Вариантов Ф у нас, правда, не было. Но это, наверное, было, я не знаю, что это у нас было. А, наверное, это, наверное, было А, да. Лариса Александровна, 3, В, В, 3, А, В, А, Х, А, С. Победитель у нас вариант С, да. Давайте смотреть, так ли это на самом месте, на самом деле. Значит, вариант А у нас прозвучал. Смотрим. Та-дам! Не угадали. Нет, нет. Что у вас здесь сбило? 108 раз бьют в колокол, да, но бьет не Дед Мороз, не Отзи Сан в новогоднюю ночь. Почему 108 раз бьют в колокол? В храмах японских бьют в буддистских. Есть 6 грехов, искушений, которые могут сбивать человека с пути истинного. И у каждого из них там есть какое-то количество, чуть ли не 18 оттенков искушения. В общей сумме они дают число 108. И вот для того, чтобы в новом году человека эти искушения не терзали, вот они бьют 108 раз по количеству этих напастей. Японцы спокойно отмечают Новый год, ложатся спать, а с утра идут в храмы и в гости. А вот открывают на некоторое время двери в домах, чтобы выпустить Старый год со всеми неприятностями и впустить Новый с радостями, это делают уже шотландцы. Это шотландская традиция. Причем делают они это молча, но празднуют отнюдь не в тишине. Вариант С, который у нас набрал, я понимаю, что вас смутило. Сурвакари. Сейчас я про Сурвакари скажу. Итак, смотрим. Та-дам! Нет, это не японская традиция. Представьте себе, Сурвакари – это традиция болгарская. На утро после Нового года болгары ходят друг к другу с веточками, но не сосны или бамбука, понятно, а кизила. И эти веточки так и называют сурвачки, простите. Но так уж названо. И да, действительно, они легонько бьют хозяев по спине, а те за это дают им какие-то вкусности, сладости, денежки. Ну, в общем, такой элемент калидования, да, вот такой своеобразный вариант калиды. Ну вот название, да, вот когда я составляла вопросы, вот это вот сурвакари, что-то японское, поэтому вот эта вот история, она родилась. Кстати, вот эти вот истории, самое сложное в этой викторине было придумать неправильные варианты, но так, чтобы они выглядели правдоподобно. То есть самая лучшая ложь – это там, где есть правда. То есть берется история, она переделывается, переиначивается, она должна выглядеть максимально правдоподобно. Вот по трудоемкости, Юрий Николаевич, если вы еще сейчас с нами, вот это занимает очень много времени, а не настройка шаблонов. То есть вот эта творческая составляющая. Но и здесь своя технология тоже есть, у меня это достаточно быстро прошло, главное весело. И наш победитель, да, победители тех, кто выбрал вариант Б. Та-дам! Кстати, в одном регионе – это на островах Микронезии. Действительно, такой обычай есть. И это беда для всех административных правоохранительных органов, когда половина населения страны, населения этих островов, сегодня в этом год Вася, на следующий год Петя, еще через год Сеня, условно говоря. Ну вот, да, вот такой вот обычай у них есть. Это действительно, это правда, это так. Вот такая небольшая викторинка, в завершении которой определять победителей мы не будем. Все, кто принял участие в этой викторине, все являются победителями сегодняшними. Но я все равно результаты по чату, конечно же, посмотрю, мне просто даже очень интересно. Посмотрю самых активных участников нашего сегодняшнего вебинара, кто и в играх принимал участие, и вопросы задавал. И, конечно, новогодний подарки я постараюсь вам сделать, успеть до Нового года или на рождественские праздники. Итак, коллеги, мы с вами благополучно завершили нашу сегодняшнюю встречу, добрались до конца викторины. Ну, мы все молодцы, мы узнали очень много нового, о встрече Нового года, о различных традициях, о настройках PowerPoint, о тех трудностях, которые нас там могут поджидать. Посмотрели некоторые нюансы, которые следует учитывать при создании интерактивных игр и поработали с несколькими очень интересными шаблонами. На этом я останавливаю показ рабочего стола. Сейчас я выйду из презентации и вернусь к нам сюда. Коллеги, мы с вами добрались до завершения нашей сегодняшней презентации, до сегодняшней нашей встречи. Уже заговариваться начинаю, переиграла, наверное. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча прошла для вас не зря. Не зря вы потратили свое время в этой предновогодней суете и беготне. Большое спасибо за поздравления. Смотрю, здесь пошли уже взаимные поздравления с Новым годом. И я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом теперь уже точно. Даю вам ссылку на нашу группу, как и обещала, в социальных сетях. В этой группе я вам буду выкладывать новогодние подарки в виде шаблонов. Вот спрашивали еще раз коллеги к вопросу, где брать шаблоны для игр. Исходные варианты я готова с вами делиться. Я делаю сейчас такую коллекцию. Буду искать место, пока не даю адреса. Я не знаю пока еще, где это будет существовать. Но оно будет существовать точно. В группе я обязательно напишу. Поэтому следите за обновлениями, следите за новинками. Подарки обязательно будут. В группе тоже выложу и те шаблоны, которые мы сегодня с вами смотрели. Исходные варианты. И приходите, записывайтесь в группу. Я туда все подарки буду выкладывать. Сюда пока только презентация. Но можно будет посмотреть. И обязательно, если будет опыт работы с шаблонами, будете пробовать что-то делать у себя, получается, не получается, обязательно в группе пишите. Ну и про индивидуальные настройки, про готовность с вами вместе проходить путь и научить вас, как это делать. Передать свой опыт, я с удовольствием готова. Пожалуйста, тоже пишите. Можно писать в личку, можно писать в группе. Владимир Евгеньевич ВКонтакте нет. У нас пока только на Фейсбуке. Но давайте я вам сейчас в чат оставлю еще свою почту. Так, сейчас я напишу. По почте я в основном на вопросы. Не столько для вопросов, сколько для контактов. Так, еще раз попробую. Да, для контактов можно будет писать, и я вас тогда смогу информировать о том, что у нас создается, где что находится. Да, еще раз почту свою скидываю. Можно завести просто аккаунты. Я видела, некоторые из наших коллег так и делают. Они просто заводят пустой аккаунт на Фейсбуке и приходят в группу, и там с нами вместе работают и общаются. Поэтому, коллеги, всем большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Большое спасибо за активность, за ваши вопросы. Отдельная благодарность Юрию Николаевичу за очень хорошие вопросы и комментарии сегодня, которые вы нам давали. Всем большое спасибо за то, что этот год были с нами. Надеюсь, что в новом году мы будем собираться тем же составом и более расширенным на следующих наших вебинарах. На этом я заканчиваю такую, немножко пересидели и торжественную, и праздничную часть. И последнее слово, наверное, передам Павлу Юрьевичу. Еще раз всех с наступающим. Коллеги, самое главное, здоровья. Все остальное будет. Было бы здоровья. Итак, Дедушка Мороз пришел. Павел Юрьевич, вам завершающее слово. Уважаемые коллеги, спасибо вам за то, что были с нами. Не только на этом вебинаре, но и весь наш год. Спасибо, Татьяна, за наш завершающий вебинар 2017 года. Мы с вами встретимся. Да, мы с вами, мы с вами встретимся. Встретимся в 2018 году, и я думаю, что долго еще будем встречаться и проводить наши вебинары. Приходите, будет интересно в новом году. До свидания, до новых встреч. С Новым годом и с наступающим Рождеством. Всем счастливым. Всем счастливым. С Новым годом и с наступающим Рождеством. Помощите. Встретимся в Santa Fe. Поняться лучше подсчет. Всем счастливым. Убейашим Рождеством. Встретимся в